Привет ребята! В этом выпуске мы посмотрим на некоторые удивительные барельефы, которые расположены в разных храмах Азии. Многие барельефы, которые вы увидите, историки и археологи считают мифологией, и не рассматривают их как достоверные источники. Но так это или нет, решать вам. И начнем мы с барельефов, на которых изображены события, не вызывающие противоречия. Мы отправляемся в храм Канарксан в городе Канарк, штат Адиша, в Индии. Интересная деталь, храм был воздвигнут правителем Арисы Раджой Нарасим Ходевой первым в 13 веке, на берегу Бенгальского залива. За семь веков море отступило и храм оказался примерно в трех километрах от побережья. Но об этом храме мы поговорим в другом выпуске, сейчас мы просто рассмотрим один барельеф. На барельефе изображена женщина, которая носит интересную обувь. Многие из вас скажут, что это японские саба, или правильно их называть гетто. Возможно и так. В Википедии сказано, что гетто появились в Японии еще в 10 веке. Но подтверждения этому я не нашел. Я нашел только гравюры уже 17 века, на которых изображена такая обувь. Но в данном случае нам и не нужно выяснять, кто раньше надел такую обувь. Просто ответьте на вопрос. На барельефе перед вами миф или реальность. А если мы посмотрим на несколько таких барельефов, мы ясно увидим жизнь девушек-модниц в древние времена. У экспертов эти барельефы не вызывают сомнений, и они не называют это мифологией. Например, там же в Индии, в храме Айрватишвара в Дарасураме, есть вот такие барельефы. Здесь вы видите, как мужчина бьет женщину. Вероятно, это его жена. И он тянет ее за волосы. И вроде бы рядом нет больше никаких барельефов. Но на другой стене этого храма есть продолжение этой истории. Только здесь уже женщина тянет за волосы мужчину. Если поставить эти барельефы рядом, мы сможем узнать, что же на самом деле происходит. Обратите внимание, что когда мужчина дергает женщину за волосы, он делает это очень осторожно. Она воспринимает это спокойно, скорее всего ей даже не больно. Но когда женщина тянет мужчину, мужчине явно больно, потому что он кричит. Вы можете ясно видеть открытый рот. Смысл этих двух скульптур очень интересный. Когда мужчина угрожает своей жене, это происходит на публике, потому что у них обоих есть украшения и головные уборы. Этот человек просто хвастается на публике, что он доминирует над своей женой. И жена покорно ему это позволяет. Но когда они приходят домой, как показано на следующем барельефе, без украшения и без головных уборов, настоящим хозяином дома оказывается жена. Опять я задам тот же вопрос. Это жизнь или миф? Вы смотрите на события давно минувших дней или на выдумку древнего скульптора. В храме Канарксан есть еще один удивительный барельеф. Здесь, с правой стороны, мы видим жирафа. Мы видим его ноги, его тело и его длинную шею. С левой стороны мы видим индийского короля, сидящего на слоне. Вы даже можете увидеть другого человека, сидящего перед ним, который управляет слоном. На правой стороне мы видим несколько людей в длинных одеждах, стоящих на земле. Их одежда и лица резко отличаются от индийских скульптур, для того, чтобы показать нам, что это африканцы. Похоже, что они поднимают кого-то и дают что-то индийскому королю. Справа вы можете увидеть мальчика, сидящего на жирафе, который наблюдает за всей этой сценой. Произошла ли эта встреча, когда индийский король принимал в гостях африканских путешественников, которые посетили Индию задолго до Васка де Гамы? В истории об этом ни слова, но реалистичность барельефа такова, что утверждать, что это миф просто глупо. Потому что для того, чтобы вырезать жирафа, надо увидеть жирафа. А жирафы в Индии не живут. Они живут в Африке. Но этот барельеф историки предпочитают не замечать. А вот следующий барельеф они точно называют фантастикой, мифом и вымыслом. Он находится в храме Вейрабхадры в Липакше, в Индии. Он изрядно пострадал. Его пытались сбить с этого столпа. Кто-то очень не хотел, чтобы этот барельеф видели люди. Но контуры остались, паломники обтирают их шафрановым порошком в качестве поклонения. И что же мы видим? Это гуманоид с рептильным лицом, похожим на ящерицу. А жест рукой показывает позу благословения. Местные жители называют его Анунага. Это звучит очень похоже на Ануннаки, древних месопотамских богов, которым поклонялись шумеры, акации, ассирийцы и вавилоняне. Термин Ануннага означает те, кто похожи на змей, и люди здесь утверждают, что это оригинальная форма Нага, популярных змеиных богов Индии. Это уже позже их стали изображать с головами змей и с капюшонами. А вот шумерский термин Ануннаки означает те, кто с небес сошел на землю, четко описывающий их внеземное происхождение. Теперь я опять задам свой вопрос, миф это или нет? Мы смотрим на реальную историю о сошедших с небес рептильных богах, или на фантазию скульптора, который почему-то решил изобразить человека с головой ящерицы. В древнем буддистском храме Харюдзи в Японии были найдены удивительные артефакты. Вот такая вот статуэтка рептильного гуманоида, которую успели сфотографировать и которая бесследно исчезла, как предполагают, в частной коллекции. И вот такой вот отрывок из рукописи, который описывает рептильных гуманоидов. Согласитесь, что остатки барельефа и фотография статуэтки очень похожи, а расстояние между этими артефактами больше 5000 километров. Но археологи и историки называют это религиозными мифами. Но где граница между барельефами с жизненными сценами и барельефами с религиозными мифами? Граница начинается там, где изображение не попадает в общепринятые рамки. Как например в храме Хасайлишвара, или по другому храм Аканабасаде, в Индии. Посмотрите на этот барельеф. Вы можете ясно видеть, что этот человек держит подзорную трубу. Без сомнения это подзорная труба, она цилиндрической формы, она тоньше у окуляра и постепенно расширяется к другой стороне. На барельефе видно, что у того кто ее держит, один глаз закрыт, а другой глаз открыт. Именно так мы сегодня и смотрим в подзорную трубу. Постройку этого храма датируют 11 веком. О учебнике истории нам говорят, что принцип телескопа, или подзорной трубы, был изобретен только в 1608 году человеком по имени Ханс Липперше. Это всего 400 лет назад. Ну и как подзорная труба попала на барельеф древнего храма? У экспертов нет ответов. Они начинают фантазировать и рассказывают, что это дудочка. Но эта резьба не только доказывает, что подзорную трубу использовали 900 лет назад. Здесь показано, что подзорную трубу использовали намного раньше, за тысячи лет до того, как этот храм был построен. Дело в том, что этот барельеф изображает сцену войны, которая произошла намного раньше, во времена войны богов. С левой стороны вы можете увидеть богов по имени Девы, а с правой стороны вы можете увидеть богов по имени Асуры. Мы видим, что эти боги изображены с совершенно разными шлемами, разным оружием и разными чертами лица. Древние индийские тексты ясно упоминают, что эти боги сошли с неба тысячи лет назад и были оснащены передовыми технологиями. Там сказано, что эти боги пришли с других планет. Посмотрите внимательно. Они носят шлемы, которые полностью закрывают их головы, и вы можете видеть, что каждый носит защитные перчатки на руках. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что у некоторых из них есть провода, которые идут с одной стороны шлема и подключены к сферическому устройству на задней части шлема. Так что же здесь происходит? Иноземные захватчики Индии разбили этот барельеф, и мы не можем разглядеть, что за фигура восседает на троне. Но на его плече мы видим контур круглого оружия под названием чакра, принадлежащего Господу Вишну. Вы можете увидеть женскую фигуру, сидящую у него на коленях, это Лакшми, жена Господа Вишну. И он сидит на троне в форме цветка лотоса, это определенно Господь Вишну. Девы не могут победить Асур, поэтому они отправляются на планету, которая называется Вишну Лоха, и просят Господа Вишну помочь им. Этот барельеф в точности показывает описанные в древнем тексте события, когда Девы просят Вишну о помощи. Но историки называют это мифологией. Наверное потому, что Девы в скафандрах. Но задумайтесь на минуту. Откуда древний скульптор мог взять концепцию скафандра? Даже если он изображал мифологические события, описанные в тексте, который теперь для нас считается древним, почему он извоял Девов в скафандрах? Если текст описывает перелет на другую планету, что вполне можно нафантазировать, то как объяснить знания древних о безвоздушном пространстве и о системе защиты от него в виде скафандра. Поставьте все барельефы рядом и вы без запинки назовете, что это Саба. Вот это точно зеркало. Вот это точно жираф, а рядом сто процентов слон. А вот это космонавт. Если вы видите кого-то другого, напишите об этом в комментарии. И вы будете видеть космонавта, пока вам не скажут, что этому храму тысячи лет. И тогда вы, как и все ведущие эксперты, начнете искать другие объяснения этому. Но почему в одних случаях мы не подвергаем сомнению реальность изображений, а в других случаях говорим, что это миф? Вот еще один пример изображения реальных событий. Это храм Байон в комплексе Ангкор-Ват, в Камбодже. Его строительство датируют 12-м веком. Здесь есть огромный барельеф, рассматривая который, мы перенесемся в прошлое. Посмотрите на это морское сражение. Мы видим, как одна группа людей сражается с другой группой людей. Все они с оружием. А вот тут сидят другие люди и гребут веслами. При короле Сурьевармани втором страна Камбуджадеша, в 11-м веке, ведет разорительные войны против соседних монских государств в долине Минамо, а также против государства Тьямпа, или по-другому, Чампа. Зная эту предысторию можно распознать, что эти парни Кхмеры. А другие парни это люди из Чампа. Кхмерские парни здесь выигрывают войну. Они берут на абордаж корабль Чампа. В воду падают убитые и раненые, и на них тут же нападают крокодилы. Возможно, что некоторые из них прыгают в воду, чтобы избежать гибели, но в воде их поджидают крокодилы. А вот следующая сцена. Вероятно, это сцена победы. Вот их лодка, и там танцуют Кхмеры, потому что Кхмеры победили людей Чампа. И это точно не миф. А вот женщина удаляет вши из головы другой женщины. Посмотрите, что они делают. Это специальная горелка, в которую засыпали разные травы. И она производит дым, и этим дымом удаляют вшей. Теперь перейдем к другой панели и посмотрим, что тут происходит. Нижний уровень показывает жизнь простых людей. Средний уровень показывает жизнь воинов и высокопоставленных людей. Сосредоточимся на жизни простых людей. Тут мы видим бой диких свиней. Это так же, как и бой петухов или собачьи бои, только эти парни используют диких кабанов. Это очень интересная деталь. Я никогда раньше не слышал о боях свиней. Эти парни используют копья и щиты, и, вероятно, занимаются какими-то боевыми искусствами. Здесь вы можете увидеть двух парней, они играют в шахматы. Посмотрите на шахматная фигура на столе. И эти парни определенно играют в шахматы. Выше можно увидеть что-то вроде каратэ или кикбоксинга. А вот и петушиный бой. Здесь два петуха, настроенных друг против друга. Можете ли вы сказать, что делает этот парень с огромной конусообразной штукой в руке? Эти парни используют сети, чтобы ловить рыбу. Посмотрите, что делает этот парень. Он бросает сеть в воду. А этот парень вытаскивает сеть из воды. Вот как занимались рыболовством много веков назад в Камбодже. Именно поэтому эта резьба так важна, потому что мы можем узнать много интересных деталей даже после того, как прошли века. Мы все еще можем заглянуть в прошлое при помощи этих рисунков. И если это реальные события, то что же тогда происходит здесь? Посмотрите на эту часть барельефа. Что это? Что это у них над головой? Это сидит гуру. Здесь сидят его ученики. Но что делает гуру и что это за штука? Это что, как электрическая лампа? Что он делает? Он включает это, или что? Посмотрите сюда. Что это? Здесь происходит что-то странное, и я понятия не имею, что это. Но обратите внимание, это более высокий уровень барельефа. Это значит, что эти люди находятся в очень уважаемом положении. Но посмотрите на то, что он делает. Он касается чего-то, что висит сверху. Но что это? Что-то определенно свисает с потолка, и кажется, что из него даже выходят провода. Я не знаю, что это значит, или чем это может быть. Возможно, есть более простое объяснение этому. А вы как думаете? Что это? Пишите об этом в комментариях. Здесь есть еще одна похожая сцена, в которой женщина также касается какой-то цилиндрической вещи, свисающей с потолка. Неужели это какие-то осветительные приборы? И тут может возникнуть диссонанс. С одной стороны, мы говорим, что это может быть электрический свет или подобное световое устройство. С другой стороны, мы показываем жестокую войну, телегу, запряженную животными, примитивные печи, вшеи и тому подобное. Но так устроен мир даже сегодня. Это, конечно, грустно, но это то, что происходит в наши дни. 16% населения мира до сих пор не имеют электричества. 50% населения мира не имеет доступа в интернет. Так что, если вы смотрите это видео, вы принадлежите к лучшей половине человечества. Даже сегодня половина населения мира по-прежнему использует телеги, запряженные животными, они используют примитивные печи и готовят пищу на дровах. Так что не должно быть никакого диссонанса, потому что так мы живем и сегодня. И если быть реалистом, можно понять, что мы ничем не отличаемся от древних людей. Мы ведем войны, люди убивают, друг друга во имя религии или ради других идеологий. Да, мы технологически продвинуты, но мы также очень жестоки друг к другу. И одновременно с технологичными богатыми людьми, на земле живут и примитивные бедные люди. И это уж точно не миф. А на земле еще много загадок, но в один ролик все не поместится. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Основным источником информации является YouTube канал про Вин Мурхан. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а ссылки на источники в описании под роликом. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эль Мукон.